МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Зал Сущепотева. Здравствуйте! Сегодня во всех уголках нашей республики прозвенел первый и такой долгожданный школьный звонок. Торжественные линейки прошли по традиции во всех образовательных учреждениях. Однако на построение в целях безопасности были приглашены отдельно лишь первые, девятые и одиннадцатые классы. Остальные школьники после затянувшихся каникул встретились на онлайн-линейке. На уроки они отправятся уже завтра. В 10 часов утра на пришкольном дворе лицея царила праздничная атмосфера. Нарядные первоклассники сегодня впервые перешагнут порог лицея в статусе новоиспеченных учеников. Линейка началась с добрых песен о школе на путстве директора лицея Алмаза Галиева, педагогов и родителей. Небольшое выступление подготовили и сами виновники торжества. Школа, школа, здравствуй, школа, первоклассник я веселый. И сегодня в первый раз я приду в свой первый класс. И вот самый волнительный и долгожданный момент линейки. Прозвенел первый школьный звонок нового учебного года. Всего в Янаульском районе за партой сядут 5496 учеников. Из них более 1300 человек – сельские ребята. Хочу вообще быть отличницей, потому что у меня как бы мама здесь работает. И я должна не подводить маму. К предстоящему осенне-зимнему сезону в Башкортостане подготовили полторы тысячи котельных и 4000 километров тепловых сетей. Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкортостана сообщил вице-премьер-министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев. Напомним, отопительные системы включат, когда температура на улице 5 дней подряд будет держаться ниже отметки плюс 8 градусов. Глава Башкортостана поручил до начала осенне-зимнего периода провести в муниципалитетах тренировки по запуску отопительных систем. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции проверили техническое состояние школьных автобусов, уделив особое внимание исправности цветовой сигнализации, кнопке экстренного открывания дверей, тахографов, ремням безопасности. В рамках противодействия распространению коронавируса школы будут контролировать прохождение водителями школьных автобусов предрейсового осмотра и обязательной термометрии. Кроме того, водители должны соблюдать масочный режим. До и после перевозки школьников автобусы будут проветривать, проводить влажную уборку салона и профилактическую дезинфекцию. Затем глава Башкортостана Ради Хабиров поручил правительству региона представить экономически обоснованные тарифы на твердые коммунальные отходы для жителей. Руководитель республики отметил, что они должны отражать фактическую работу по вывозу и переработке мусора. В разрезе кампании операторов по вывозу мусора все организации, за исключением общества с ограниченной ответственностью Дюртюли Мелио Водстрой, выполняют работу своевременно. Глава Башкортостана поручил проанализировать деятельность отстающего рекоператора. 11 сентября в Башкортостане пройдет День национального костюма. Об этом рассказал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Фанур Ягафаров. Он напомнил, что Дни национального костюма народов республики будут проводиться два раза в год. В третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. В 2020 году праздник выпал на 11 сентября. Организаторы также рекомендуют в День праздника использовать элементы национального костюма в деловой и повседневной одежде, на работе и учебе. Отметим, что впервые на оперативном совещании прозвучал доклад полностью на башкирском языке. В прямой трансляции выступление Фанура Ягафарова сопровождалось субтитрами на русском языке, а для участников совещания организовали синхронный перевод. На оперативном совещании в администрации Янаульского района рассмотрели вопрос подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. С докладом выступил начальник отдела промышленности и градостроительства Артур Имаша. О том, как готовы учреждения и предприятия района к зиме, рассказали директор Центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений Ильшат Музафаров, директор общества с ограниченной ответственностью тепловодоснабжения Ильмир Гарипов и начальник управления культуры Ренат Ибрагимов. В единый день голосования 13 сентября янаульцев ожидают выборы депутатов Совет района 5-го созыва, Совет городского поселения 5-го созыва, дополнительный в Совет сельского поселения Истякский сельсовет 28-го созыва по Истякскому одномандатному избирательному округу номер 7. О том, как будет проходить день выборов, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Артур Калимулин. Всего на местных выборах будут замещены 32 мандата, из которых на выборы депутатов в Совет муниципального района приходится 16 мандатов, в Совет городского поселения 15 мандатов, в Совет истякского поселения 1 мандат. На выборах зарегистрировано 101 кандидат, в том числе 54 кандидата в депутаты Совета муниципального района Янольский район, 45 кандидатов в депутаты Совета городского поселения и 2 кандидата в депутаты Совета сельского поселения Истякский сельсовет. Что касается партийной принадлежности кандидатов, хочется отметить, что на выборах свои кандидаты выдвинули такие политические партии, как Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России, Справедливая Россия, Патриоты России, Партия Гражданская Платформа, Российская партия Пенсионеров и Социальная Справедливость. И также 21 кандидат выдвинулись в порядке самого движения. Все избирательные участки будут обеспечены освещением, технологическим оборудованием, кабинками для голосования с сейфами или металлическими шкафчиками, первичными средствами пожаротушения, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, средствами индивидуальной защиты. Избирателям, которые на местных выборах не смогут прийти в свой избирательный участок в день выборов 13 сентября, предоставляется возможность проголосовать досрочно согласно нормам Кодекса Республики Башкотестан о выборах. Этим правом может воспользоваться при наличии уважительной причины, например, это отпуск, командировка, состояние здоровья, режим трудовой или учебной деятельности. Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую избирательную комиссию заявление по месту своей прописки, в котором указывает причину досрочного голосования. Досрочное голосование проводится в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии со 2 по 12 сентября. Кроме того, те избиратели, которые по состоянию здоровья не могут явиться в день выборов, или маломобильные граждане, или люди пожилого возраста, подают заявку любым доступным способом в участковую избирательную комиссию со 2 сентября до 15 часов 13 сентября. В день голосования члены участковой избирательной комиссии выезжают по принятым заявлениям. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусом, избирательными комиссиями при подготовке и проведении единого дня голосования будут предприняты все объемлющие меры для устранения угрозы распространения инфекции. Это температурный контроль участников голосования, дезинфекция рук, специальные линии-указатели для соблюдения санитарной дистанции, обработка дезинфицирующими растворами поверхностей, одноразовые перчатки и прочее. Большое внимание будет уделено вопросу обеспечения антитеррористической защищенности помещений для голосования, пожарной безопасности, созданию условий для доступного голосования людей с ограниченными возможностями здоровья и информированию избирателя. Время работы территориальной избирательной комиссии в рабочие дни с 9 до 19 часов, выходные и праздничные дни с 9 до 14 часов. Кроме того, участковые избирательные комиссии приступают к работе с 1 сентября и режим работы в рабочие дни с 16 часов до 20 часов, выходные и праздничные дни с 9 до 13 часов. 13 сентября 2020 года участковые избирательные комиссии приступают к работе 6 часов, а избирательные участки открываются 7 часов. В день голосования участковые избирательные комиссии будут работать с 7 часов утра до 21 часа. С 17 августа в нашем районе стартовала профилактическая операция «Внимание, дети!». Она направлена на профилактику детского травматизма на дороге. В преддверии начала учебного года это особенно актуально. Ежедневно сотрудниками ГИБДД проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. Акция продлится до 11 сентября. В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться на перевозку детей. Напоминаем водителям, что перевозить детей нужно в специальных детских удерживающих устройствах и пристегивать ремнями безопасности. За данное нарушение водитель будет наказан по статье 12.23 части 3 кодекса об административных правонарушениях штрафом в размере 3000 рублей. С начала года сотрудниками ГИБДД за данное нарушение выявили более 120 нарушений. В рамках национального проекта «Демография» в детском саду «Колокольчик» была создана дополнительная ясельная группа на 25 воспитанников. В конце прошлого года был выполнен капитальный ремонт помещения, после чего приступили к оформлению помещений и закупке необходимой мебели и оборудования, в том числе ковровых покрытий и разнообразных детских игрушек. Сейчас у нас остался последний этап, это последняя документация и в скором времени мы готовы принять воспитанников в нашу новую дополнительную группу. Здесь группа рассчитана ясельная с двух месяцев до трех лет и потом по достижению этого возраста эти ребятки будут переходить уже в основное здание детского сада номер 7. Был оснащен уголок, интерактивный уголок, где с помощью проектора дети уже сами могут выполнять какие-то задания с силу своего возраста. На данный проект ушло более 3 миллионов рублей, миллион сто на капитальный ремонт, все остальное на приобретение оборудования для этой группы. Штат есть, сейчас они трудятся здесь, приводя все в порядок, расставляя все по своим местам, собирая всю эту интерактивную технологию, которую мы приобрели. Воспитатель заполняет документацию, ведет необходимую работу и ждет встречи с воспитанниками. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры предоставлены. 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 Субтитры предоставлены.